Вас приветствую на канале Татьяна Темис. Если вы хотите поддержать канал, ссылка в описании. И не забывайте подписываться на канал. Детская психология. Психологическая готовность ребенка к школе. Психологическая готовность ребенка к школе – это целостная, системная характеристика процессов психического и интеллектуального любого комплекса, развития новообразования в личности ребенка. Уровень категорий, включенных в понятие готовности, должен удовлетворять необходимости успешного следования предписанным нормам нового образа жизни, связанного с процессами социализации в новообретенной группе сверстников, а также выполнение норм и обязанностей, возлагаемых на учащихся. Естественное формирование психологической готовности ребенка к школе происходит за счет развития психических свойств и смены направления ведущей деятельности, которая к 7-летнему возрасту меняет свою ориентацию. Так, одним из важных приобретенных формирований является установление собственной позиции относительно взаимодействия с окружающими. Ребенок посредством игры экспериментирует с различными моделями поведения, пытается уловить не только подходящую для себя, но и понять социальное устройство мира. Также, благодаря игровой деятельности, происходит усвоение социальных правил в гибкой форме. Ребенок может самостоятельно понимать, требуют ли от него нагрузки соответствующей реальности и может уйти от выполнения некоторых норм, приобретая знания об обходных механизмах. На должном уровне развития, благодаря занятиям различными конструированиями, рисованием, лепкой, становятся процессы контроля поведения, появляются функции планирования, а не следование минутным импульсом. Наличие возможности эффективной адаптации к школьному обучению зависит от нескольких составляющих. Физиологическая готовность, состояние соматического развития организма и уровня здоровья. Социальная готовность, умение строить новые отношения, вступать в иные правила взаимодействия и ориентироваться в общественной ситуации. Психологическая готовность, особенности психических новообразований, развития психических процессов. Данная категория невозможно рассматривать отдельно, поскольку уровень воспитания может влиять на внимание, а соматические факторы обусловливают особенности бихеворальных проявлений. Подготовка к школьному обучению должна совершаться на многих уровнях, учитывая развитие перечисленных параметров. Зная особенности своего ребенка, заручившись поддержкой педагогов и воспитателей, родители могут сделать все, чтобы адаптация проходила максимально легко и быстро. Особенно эффективно это осуществляется на развивающих занятиях в детсаде и в специальных группах развития. Дети, пребывающие на домашнем воспитании или часто пропускающие дошкольные учреждения из-за болезни или других причин, часто оказываются дезадаптированными за счет существенной разницы домашнего социума и требований от общеобразовательных. Педагогическая готовность ребенка к школе подразумевает первоочередное развитие базовых навыков для обучения. Точкой отсчета является физическая готовность к ребенку к посещению занятий, то есть отсутствие серьезных отклонений по сфере здоровья и общего физического самочувствия, препятствующих общему выполнению правил. Дети с особенностями физического развития имеют возможность обучения в специализированных школах, центрах или могут выбрать индивидуальное обучение, что является более оптимальным, поскольку выдержать общую нагрузку они не смогут. Неподготовленность на физическом уровне может выражаться и в задержке психического развития, отсутствии сформированности необходимых функций, таких как удержание внимания, усидчивость и прочих, связанных с нервными расстройствами. Интеллектуальное развитие имеет несколько направлений, включающих общий уровень интеллекта. Определяет классы или школу, где может обучаться ребенок, а также когнитивную составляющую. Последнее подразумевает наличие базовых знаний, необходимых для первоклассника. Думая, что в школе ребенка научат читать, писать и считать, родители совершают очень серьезную ошибку, поскольку программа обучения идет с большой скоростью, и данные категории только закрепляются и автоматизируются в большинстве учебных заведений. Те, кто изначально не знает алфавит и цифры, испытывают высокие умственные и эмоциональные перегрузки, поскольку сталкиваются не только с потребностью социализации, но и с овладением большого пласта ранее неизвестной информации. Неподготовленность на когнитивном уровне часто связана с педагогической запущенностью или неправильным психологическим подходом дошкольных педагогов. В неблагополучных семьях дети могут отставать не в силу снижения интеллектуально-монистической сферы, а за счет банального отсутствия занятий, как дома, так и в воспитательной группе. Негативная установка на обучение, как следствие игнорирования или даже бойкотирования необходимости усваивания знаний, может сложиться вследствие психотравмы, нанесенной непрофессиональным воспитателем или неадекватными требованиями родителей. Но количество знаний не всегда поможет ребенку проявить педагогическую готовность в ситуации, когда не развиты необходимые навыки усвоения информации. Это умение выдерживать длительное сосредоточение, выполнять инструкции, слушать внимательно и с интересом. При формировании данных навыков у ребенка педагог начальных классов может легко скорректировать пробелы в знаниях. Психологический подход к пониманию готовности ребенка. Психологическая готовность ребенка к школе несколько отличается от педагогической. Тут нет необходимости сформированности определенных качеств умений, а лишь наличие предпосылок к их развитию. Получить необходимое новое образование психика может только в процессе выполнения новой деятельности, являющейся основной на данном этапе личностного развития. То есть потребность формирования психологических свойств отсутствует, а существует необходимость оценки ситуации возможности ребенка развить заложенное умение. Учебная деятельность определяющая в школьном процессе, поэтому на предшествующем этапе важно формирование интереса и мотивации к усвоению знаний. Наличие живого интереса, любопытства – главный момент, помогающий достигать высоких результатов. Личная мотивированность ребенка в образовании является той внутренней опорой, которая поможет преодолевать возникающие трудности. Мотивация эта должна быть очень устойчивой и стать частью внутренней картины мира ребенка, иначе после того, как естественный интерес к новой среде пропадет, возникнут первые трудности, исчезнет и старание выполнения требований школы. Мотивы могут быть социальными – отражать желание нравиться окружающим, достигать нового, стремиться к выбранной профессии. Также это познавательные процессы, удовлетворение естественного для данного возраста любопытства к пониманию, как устроен мир. Социальный аспект, основанный на потребности одобрения родителей, могут в скором времени дать сбой. А вот если эта направленность основывается на стремлении занять определенное положение, например, быть услышанным в споре с взрослыми, войти в другую социальную группу, общаться по интересам, уровню развития или отделиться от младших детей, тогда мотивация становится устойчивой. Следующая психологическая составляющая готовности ребенка к школе – это умение ориентироваться в социальных нормах и корректировать свое поведение относительно реакции окружающих. Тут задействуются механизмы социальной иерархии, подчинения, структуризации. Многие поведенческие аспекты, не подающиеся коррекции в семье, легко могут быть скорректированы коллективом. Происходит умение выделять главное, отставить свою позицию в принципиальных вопросах и подстраиваться, по мнению окружающих, в нормах неподвластных изменений. Поощрение самостоятельности на подготовительном этапе поможет школьнику лучше справляться с требованиями системы. Те дети, за кого все решения принимали родители, а при малейших затруднениях решали задачу вместо ребенка, рискуют оказаться абсолютно беспомощными в первые же дни обучения. Помимо внимательного выполнения инструкции, есть большое количество заданий и ситуаций, где ребенку предстоит разбираться самостоятельно. И развитие этого навыка заранее позволит окончательно им овладеть. Эмоционально-волевые аспекты относятся к поведенческим проявлениям психологической готовности. Умение концентрироваться на речи учителя, находиться в определенном классе, сидеть на своем месте, выдерживать временное расписание занятий и перерывов, непосредственно связано с уровнем сформированности способности самоконтроля. Развитие мышления предполагает выполнение аналитико-синтетической деятельности, элементарных, речевых и математических заданий. Базовые категории памяти, внимания, активности, познавательных и эмнистических процессов также относятся к психологической готовности. Но их уровень развития можно установить, применив специальные диагностические методики или обратившись за диагностикой к психологу или дефектологу. Психологическая готовность не является монолитным образованием и имеет собственную структуру, состоящую из трех больших категорий, каждый из которых включает свои блоки. Личностная готовность ребенка к обучению является определяющей в течение всего адаптационного учебного процесса. Именно сюда входят такие параметры, как мотивация обучения, причем основанная на социальных изменениях, собственной роли и функции вступления во взрослую жизнь и потребность занять в ней не последнее место. Важным моментом личностного формирования является установление адекватного самовосприятия и самоосознания. Сюда входит и самооценка, формирующаяся на данном этапе уже из собственных суждений, а не только отношений или высказываний взрослых. Возможность ребенком оценивать свои физические и интеллектуальные навыки. Возможности и недоступные действия помогают ориентироваться в требованиях школы. Адекватное восприятие понимания слабых сторон помогает не только брать соответствующую нагрузку, но и распределять время на выполнение. Неподготовленность в данном контексте проявляется затянувшимися выполнением домашних заданий или резким снижением мотивации достижения при обманных неудачах. Развитие коммуникации проявляется в конструктивном выстраивании отношений со сверстниками и старшими, понимании и разграничении допустимых форм обращений и вопросов. Сюда же относится проявление инициативы в установлении контактов, проявление активного взаимодействия на уроке в контексте заданной темы. Эмоциональная готовность к обучению в школе, как часть личностной, подразумевает контроль выражения эмоций, умение регулировать аффективные реакции. Также тут важным моментом является развитие более высших и сложных переживаний, таких как радость от познания нового или огорчение от отсутствия достижений. Интеллектуальная готовность ребенка к школе представляет собой большую группу в структуре общей готовности. Она включает достаточный уровень развития базовых процессов внимания, мышления, интеллектуально-монистической сферы. Тут необходим осознанный контроль над данными процессами и пониманием ребенка, какие именно функции задействуются при определенных действиях. Речевое развитие относится к этой же категории, подразумевает не столько знание алфавита, сколько знакомство с фонетической и грамматической стороной построения предложений, возможности развлечения диалоговой и монологовой манеры общения и прочее. Волевая готовность в школе характеризуется способностью устанавливать ближайшие и долгосрочные цели, исследовать их выполнение путем сосредоточения, усилий, жертвованиями и другими мотивами. Важными качествами являются контроль и произвольность собственного поведения и умение ребенка подчинять свои поступки требованиям системы, выполняя заданные образцы или же способность к самостоятельной коррекции ошибочных поступков после замечания.